Удобная обувь, рюкзак, бутылка воды и фотоаппарат, чтобы запечатлеть живописные пейзажи дремучей уссурийской тайги, не только в памяти. Это все, что нужно для похода в условия дикой природы. Бархатный сезон – самое актуальное время для такого активного отдыха. Сейчас любителей провести выходные путешествия по лесам и горам Приморья в нашем регионе немало. Чаще всего маршруты туристических походов пролегают по заповедным зонам Приморского края. Поэтому, ступая на тропу национальных парков, важно помнить – там вы в гостях у диких животных, а значит, главное правило – не нарушать естественную жизнедеятельность экосистемы. Это ведь дикая природа, и там крайне важно, чтобы сохранить эту красоту, нужно следить за чистотой. Когда мы приходим на какое-то место, либо просто идем по лесу и видим, что где-то валяется мусор, конечно, мы его уберем. Ведь хочется снова и снова приходить и любоваться этими пейзажами. Не секрет, что отдых на природе любят большинство россиян. И зачастую они не только наслаждаются свежим воздухом и красотой тайги, но и жарят мясо и распивают спиртные напитки. Только, к сожалению, после такого бурного отдыха энтузиазма убрать за собой мусор и затушить костер уже не хватает. Лесной пожар, пожалуй, самый опасный враг леса. Огонь беспощадно сметает все на своем пути, оставляя вместо природных богатств только выжженную землю. Для работников лесной охраны защиты от пожаров – одна из главных обязанностей. Вступили такие яркие солнечные дни, потихонечку все быстро высохнет, листва опадет и начнется осенний пожароопасный сезон. Одной из самых серьезных угроз для лесов Приморья – это, безусловно, лесные пожары – осенние и весенние. В этом наша основная задача – сохранение лесов от пожаров. Не только сохранять, но и возобновлять лесные массивы. Такие задачи ставят перед собой работники приморского леса. Территория с хвойными деревьями – благоприятная среда для жизни краснокнижных животных нашего региона – амурского тигра и дальневосточного леопарда. Напомним, что сейчас большая часть этих редких диких кошек обитает именно на территории национального парка «Земля леопарда». Чтобы увеличивать популяцию уникальных животных, сотрудники лесничества регулярно организуют рейды по посадке кедра. Именно на юге Приморья практически не осталось кедровых лесов. Они либо были сведены, либо опять же погибли в пожарах. И сейчас ежегодно идет возобновление, идет посадка, точнее говоря, подсадка молодых кедров под полок уже существующего леса с надеждой, что удастся воссоздать заново эти леса. Наш регион богат на обширные лесные территории. Вековой заповедник «Кедровая пать», национальные парки «Сихота-Алинский», «Лазовский» и «Зовтигра» – вот главные лесные сокровища Приморского края, которые нуждаются в постоянной защите и уходе. Каждую осень в России свой профессиональный праздник отмечают люди, на чьих плечах лежит ответственность за сохранение, приумножение и рациональное использование лесных массивов. Начиная от ООН, Всемирного фонда дикой природы и Гринпис, заканчивая региональными экологическими организациями. Множество структур каждый день делают все возможное, чтобы сохранить лесные богатства и жизнь обитателей леса. Помочь им в этом может каждый из нас, задумавшись о последствиях пребывания в лесу человека и просто начав себя. Александра Нитая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова